Метахондрия Вот у меня такой вопрос. Вот вы когда показывали разделение метахондрии по экто, энтодерми, да, мезодерми, да, но вообще в яйцеклетке 30 тысяч метахондрий оценивается. То есть маловероятно, что было вот такая в одну 80 попала 20. То есть для малого числа метахондрии, как на рисунке, там, ну, 10-20, понятно. Маловероятно. Здесь, к сожалению, было слишком мало времени. У меня есть гораздо более детальные слайды, которые показывают, где там происходят бутылочные горлости, через которые проваливаются совсем немного метахондрий, и там этот полиморфизм как раз и начинается. То есть там такие глубокие биологические смыслы? Нет, ну, я верю в этот слайд, поскольку считаю студентам лекции телосложения. Есть конституции эктоморфы, мезоморфы, и вот как раз я, когда увидел этот слайд, это прекрасно объясняет наличие тех или иных конституций. Но я как-то вспомнил 30 тысяч, может быть, как-то, все-таки бутылочное горло, горлышко есть, но для 30 тысяч как-то это маловероятно. Хотя вот реально наличие трех конституций, да, это просто подтверждает это. Конечно, это даже в Аюрведе уже знают. Да, это капха там, да, это я показываю, начинаю с аюрведических этих, да, потом современные. И как раз Кричмер показал наличие психических, да, еще в 20-е годы. Так что верю. К этому вопросу можно? То, что вы показали вот эти 20-30 конституций, это расчетно или реально показано на ткани? Это выведено из очень большого... Нет, конечно, здесь... Нет, то есть просто административный материал. Я скажу так, самое главное из всего этого, из этой картинки, что есть порог, ниже которого, вот там есть система отбора, от качественного отбора при фертилизационной селекции протооцитов и ооцитов. Там все время поступают ооциты из ног с определенным количеством мута, мутированных митохонов, причем они возникают сразу же, при эмбрионах еще там буквально 3 недели, там уже отделяются терминальные линии, и в ней уже возникают мутации. Так вот, если эти мутации очень строго контролируются, если их меньше 16%, они проходят бутылочный горбышок, если больше, они не проходят. К этому вопросу. Здесь показано, что при глиогенезе, сначала кресткий малодисференцин, вообще, они ползают у него. А потом, когда органы собираются, это не то, что вот здесь почки, здесь печень, они с разных концов, за счет того, что в разные мутации попали в один орган, потому что если все попадут случайно в почки или в печень, будет катастрофа. Более-менее равномерно распределяются за счет этого. Может быть, особенно в мозгу, особенно в мозгу это происходит, потому что там стволовые билетки из самых разных направлений пускаются в нагрузку. Да, но это очень специальный вопрос. Это и опросы в нагрузке. Пожалуйста. Простите, вопрос с точки зрения медико. Не приходилось вам сравнивать, что происходит с мутамином, например, в водичине, и при аналогичности его физической нагрузки. Хороший вопрос. Да, физическая нагрузка сама по себе она создает тоже схожие условия, особенно высокой интенсивности и перемежающиеся. То есть, интервальная тренировка высокой интенсивности. Там происходит подобное. И в принципе, если вы это правильно будете делать, начиная с возрастом, 20-30 лет, то в принципе вы получите примерно такие же эффекты. Но делать это надо минимум три раза в неделю, без перерывов, и это сопряжено с понятными трудностями. Вот зал, тренировка. Здесь вы дышите на диване, дышите через масло и медитировать. То есть, кроме того, во время гипоксической тренировки гораздо большую десатурацию вы получите, чем при любой физической нагрузке. То есть, более мощное воздействие на метафоны. Особенно в целевых органах, наиболее важных для нас. Мозг, сердце, порчники. Еще вопросы. Еще вопросы. Первое. Функции гиптофона зависит ли от центральной нервной системы, о чем я говорю, и эндокринной системы. Зависит. И еще второе. Можно я разобраться? Сейчас я закончу. Стресс. В основном, основном, учение о стрессе, сильнее. Говорит, что стресс для организма это очень хорошо. А вот когда наступает патология ЦНС, все это связано с метафонами. Но давайте проследим всю цепочку, откуда все вырастает. Мозг у нас вырастает из эктодермы. Что туда попало, как мы видим, это довольно-таки стахастический процесс. Поэтому функции мозга будут очень зависеть от метафон. мы видим, что метафондриальные полиморфизмы при Альцгеймере, Паркинсоне, при мультипосклерозе, они четко совершенно есть эти линии. Конечно, это будет способствовать... То есть, здесь, конечно, вопрос курицы и яйца в определенной степени. Но все-таки здесь первично метафондрии. То же самое и гормональные органы. Допочим, адренальное истощение, адреналовое истощение начинается почему-то. Потому что именно метафондрии, попавшие надпочечники, они истощены и стрессами, и дистрессами, и дефицитами какими-то минерально-нутритивными. Естественно, они в первую очередь и откажут. То есть, не откажут, а ослабнут и перестанут выгодовать свою фразу. Больше здесь никаких противоречений. Откажешь, если вы, просто что-то. Значит, при гипоксии как раз повышается уровень эритропоэтина. Обязательно. Эритропоэтина, кроме того, что выход из гидроцитов увеличится, поскольку не все эти исчезники люфопоптозы, больше кислорода приводят. То есть, как бы, это первое. Второе, еще показано, что он положительно действует на центральную нервную систему. Он является нейрогормоном. Да. Это значит, и второе, что, когда облучают фаги, пытаются заразить эту самую подножку с бактериями, чтобы бляшка не лезет, то после какой-то дозы уже практически все фаги погибшие и уже никаких фагов не возникает. Но, если концентрировано в этих фагах добавляем, то выясняется, что там какой-то порог. Оказывается, если в одну бактерию попадает минимум два фага, то даже поврежденные они каким-то образом комплексуются, заменяют. в одной крест у нас сотни метахондрии. Поэтому, если одна дефектная, другие работают, потом они делятся, сливают. Дело в том, что я еще не просто за дефицитом времени, я вам не рассказал просто к этому очень важную деталь. Самая большая подлость здесь в том, что дефектные метахондрии размножаются быстрее, чем здоровые. Парадокс, как это может быть? Колесии размножаются быстрее, чем здоровые. Помните, обреда греха, если называется survival of the slowest. Ну да, еще это не вовсе. Я просто хотел тогда систематизировать. Очень просто. Вот, вот, кольцевая метахондрия, хромосома большой, здоровый метахонд, это большое кольцо. Вот оно начинает уменьшаться в результате мутации дефекции. И с каждым шагом, так сказать, ремонта становится меньше. Маленькие колечки делают свои копии чуть быстрее. Это химическая кинетика, ничего больше. И если у вас условия стабильны, хорошие для всех, то кто будет преобладать, не нужно долго думать. То есть мы эти стабильные условия, вместо этой стабильности, которая является как бы райской жизнью, мы вводим вот этот фактор точно дозированных осцилляций. И это есть не что иное, как что меня не удивает, делает на месте дне. Это вам хормезис, метахондриальный хормезис, самочистом виден. Его можно добиться не только осцилляция кислорода, его можно добиться и облучение. Четкие данные показывают, что в Хиросиме в эпицентре допустим вот такой уровень смертности, дальше какой-то, на периферии такой-то, а вот есть кольцо, где они живут, наоборот, лучше, здоровее, у них нет рака, и они живут дольше, чем необлученные. Ну, там немножко статистика. Там, да, миниоральные эти источники. Есть статистика, что рентгенологи живут, как ни странно, дольше, чем коллеги другие. Прожазаны на Тихоокеанском, острове, Юрию, 10-100 раз выше уровень радиации, там все здоровы. Конечно, то есть, видят хормезис и, в общем-то, есть все предпосылки, считают, что выжили. Это метахондриальный выживатель. Потому что все остальное не что-то важно для афазы функционирования. Да. Вот. Подождите, пожалуйста, а какие-то противопоказания? Сейчас я закончу. Противопоказаний к этому методу совсем немного. То есть, это все острые состояния. Острый инфаркт, инсульт, температура, допустим, любая фаза остального. Как только ну и, конечно, психические заболевания в стадии обострения. Вопрос. Да, да, да. А вот Институт Матвеевич вот спросил. Да, я хочу, но председатель еще не дал ведь слова. Да? Пожалуйста. Я сейчас записываю. Значит, у меня, ну, в общем, во-первых, очень все интересное, исключительно. Вот. из того, что вы говорите, вытекает следующее, что дилетированные, то есть, маленькие вот эти вот вот, что лицаряльные полисы ДНК, они быстрее гибнут при вот перепаде полисиальное обдавление в славу. Значит, тогда, если вы сделаете несколько таких процедур, как для той альцгеймерной дамы, то вы, наверное, должны были бы увидеть полное отсутствие вот этих дефектных и только одни полноценные. Значит, и вот тут мы возвращаемся в первой лекции Хохлопа, который говорил насчет теории и практики. Вот, значит, на самом деле теория вот эта вот, с учетом тиметики, все очень хорошо, но в данном случае было бы неплохо проверить экспериментально. Вот, значит, это первый вопрос. Делали ли вы экспериментальную проверку? Ну, я практически врач. Я работаю с пациентами и стараюсь им помочь всеми возможными, а иногда и невозможными методами. Поэтому, конечно, эти морфологии метафондрии посмотрите, вы же знаете, что это такое. Это начинает биопсия и дальнейшее исследование, то есть это может делать НИИ под какую-то программу, какую-то... Конечно, мы этого не делаем, но работы есть, которые показывают, что именно в результате вот этой процедуры происходит оболожение клеточной культуры метафондриальной популяции, у мышек, у крысов. Почему нам предположить, что клинические эффекты, которые мы наблюдаем у человека, они основаны на том, что сам. Довольно логично и предположить можно, но все-таки эксперимент это главный критерий истины, который... Было бы здорово, если бы... в Москве и в НИИ есть центры, но в Москве это один из лучших мировых центров. Это институт, где работает с кулачом виноградов, которые все время сидят на определенном комплексе метафондриальных белков и так далее. То есть они могли бы вот это раздраконить под первое число, на мой взгляд. И если вы... Я с того, что вы... Вот в данном случае я с огромным уважением отношусь к бизнесменам и врачам, как вы, и врачам-бизнесменам, как вы же. Но тем не менее, вы продаете эти аппараты. Если бы... Я не разговаривал на эту тему со скулачевцами вообще, но думаю, что они ни в коем случае не стали бы отказываться, если бы вы предложили... А операция... Перестаньте. Один свой аппарат, у вас же не один, если бы вы поставили туда, и там можно было бы сделать две вещи. Вещь первая. Вот количественно все определить, как меняется митохондрия, и у них есть электронные... У них все это. Вот. Это первое. Это первое. И второе. Они же, имея полностью экспериментальные возможности для оценки на мышах, они могли бы этим же аппаратом, обрабатывая мышей, время от времени обрабатывать, дальше проследить на мышах, сколько они живут, вы же их определить, продолжительность жизни. И более того, для этого не требуется не требуется три, два с половиной, три года, сколько в среднем живут мыши, да? Потому что можно взять, а у них такие тоже есть мыши, которые уже с известным возрастом, вот. И если вы тут альцгеймеровскую даму, например, вы же ее не с молодой вели, а с... Нет, Значит и мышку так же. Значит, берем строго определенном возрасте, обрабатываем вашим аппаратом, вот понимаете, не вообще вот там, а вот, как вот говорили древние греки, здесь Родос, здесь прыгают, да, вот. Значит, вот я вам предлагаю прыгать на Ленинских горах. Алексей Матвеевич, если вы встроите, так сказать, если... Я устрою с огромным удовольствием. Я вам просто могу сказать. Что? Договорились, что это? Я со спулачем на эту тему говорил, и они... они не заинтересованы. Значит, я вам найду тогда все, только дайте аппарат. Это можно. Вот. Но совсем безплажный. Нет, но аппарат не на две недели, а на несколько лет. Это можно организовать. да, вот. Ну и вот это, пожалуй, все. Алексей Матвеевич, давайте я с Хохловым сейчас соединю, с Кулачевым. Вот он вначале говорил, что раньше он думал, что все на креске, а теперь понимает, что на ум не организм. Кто? Кто? Александр Николаевич. Александр Николаевич, да. И мы с вами тоже это понимаем. Да, конечно. Вы тоже на ум отправили эту самую сигнал старения. Теперь смотрите, японцы этим тоже заинтересовались. Они говорили, активность в этих чем? Старение митохондрии и ухудшение с возрастом. Активность старых митохондрий низкая, молодых высокая. Чем это связано? С мутациями в этом самом кольцевом геноме. Они взяли просто митохондрии старых японцев и митохондрии молодых и поместили их в клетку Хэла в одинаковые условия. Под воздействием ядра Хэла они дали абсолютно одинаковую функции такие как у молодых. То есть на самом деле то что говорил Аркадий Федорович что действительно и уважаемый врач что митохондрии это не просто автономные которые вот делают поставили новую батарейку они слушают сигналы организма нужно больше энергии вырабатывать. Снижайте активность вы старые и вот этот сигнал доходит до митохондрии. Они с помощью этого делают дистресс не эрстресс и подстегивают они могут довести разумеется замечательным аппаратом с которым работает Прокоп конечно нельзя сделать бессмертную мышь но Манхей в 30-х годах он на дрозофилах потом на крысах полтора полтора раза значим дольше если можно будет доказать итак я договорю фразу если можно будет доказать что мыши без голодания значит переносимы на человека потому что для человека такое голодание непереносимо он только думает что надо бы сожрать что-нибудь так хочется значит если мыши проживут полтора раза дольше на перемежающем числороде то прокопываем с руками отомнут тысячу аппаратов и это будет большой геронтологии абсолютно есть такие меметики голодания это факт FG FI 21 факт 21 которые вырабатываются печенью при голодании не голодание до смерти а вот такие перемежающие голодания так взяли исследователи выделили этот фактор и ввели мышам которые ели адлибитум и они стали жить больше я не помню на сколько процентов на 10 или на 20 потому что там многофактор они только один фактор я согласен вот же о чем говорит и данные говорят в пользу этого что митохондрии огромнейшую роль и многие пытаются связать вот эту как ее калорик рестришн как раз с влиянием в первую очередь на митохондрии потому что все процессы энергозависимы поэтому тут элементарно нет я ничего хочу сказать замечательно поэтому давайте я могу добавить только сейчас появились год назад полтора возможность американская работа была они в коже смотрели прямо митохондрии берешь живую руку освещает красным светом фосфоресценции тушится кислородом и конечно уже не выделяя они смотрят это но у меня правда был вопрос о дыхательные упражнения йоги там бодифлекс насколько это соотносится или это гораздо слабее логичный вопрос существует масса дыхательных практик из истории 6000 лет йога пранаяма и прочее в сумме если это все так сказать жать компрессировать то в принципе там достигается умеренная гипоксия и иногда значительная гиперкапния то и другое есть шаг назад к эмбриональному как бы состоянию если это сочетать с расслаблением и медитацией то это дает безусловно эффект вагой стимуляции у пожилых людей всегда недостаточный парасимпатический тонус поэтому если это ритмически применять то эффект будет более того жесткие такие практики пранаяма они дают эффект даже можно имитировать симулировать вот эти колебания я делал это без аппарата но это невероятно требует больших усилий много времени то есть это должно быть это должно быть второй работой у йогов другой работы нет профессиональной ну а нам приходится как-то технические решения спасибо вы можете вспомнить то что он мне 10 лет назад рассказывал историю про гота которого с густом заклини или это секретно нет ну почему ну давайте послушайте это история которую я сам просто знаю этого человека не был я просто выдумывать мой коллега врач который в Мурманске на атомных лодках ходил Леонид Юрьевич послушайте это интересно когда их по тревоге вызвали на две недели в море вот а семья у него уже уехала в Крым отдыхать в доме оставалась вроде кошка старая кошка которая уже отрехлела которая шерсть все вылазила и он в торопях не сообразил что она дома он думал что она там гуляет где-то на улице соседи всегда покормят он все закрыл а перед этим еще обработал от таракана всю квартиру перекрыл всю воду и ушел в море на три недели вместо двух и когда вернулся открывает дверь и мне сердце остановилось она стоит перед дверью качается открывает пасть она даже не может мяукнуть там была крайняя степень дистрофии истощения диротации но он ее вынес на улицу поставил воду кошка исчезла через несколько часов но потом ушла умер куда-то там успел через сутки она вернулась и стала поедать со страшной силой все что он ей конечно вызвали и на глазах стало происходить нечто невероятное то есть у нее старая шерсть стала выходить вырастает новая молодая шерсть кошка вообще молодей непонятно на сколько лет и когда возвращается семья они спрашивают ты что где наша кошка ты понимаешь она молодую кошку точнее а она конечно к ней ведет то есть это был шок для всех после этого она принесла помет из пяти котят чего не было уже чуть ли не пять лет трое из них выжили она их выкормила но после этого стремительно еще и постарела и все и вот он меня спрашивает объясни мне как это может быть ну я в то время это было 20 лет назад самое полезное объяснение но теперь это становится более понятным потому что этот метод использовался в индустрии в ветеринарии для повышения яйценоскости кур массово постаревших в годы социалистического реализма потому что плановое хозяйство не могло запланировать что там 15 тысяч несушек надо постепенно заменять и вот уездный город куры вдруг перестали нестись и партийное руководство отдает приказ а как это сделать никто не знает знает один старый ветеринар он говорит не поить их двое суток и не кормить трое суток и все куры опять начали нестись так что ничто не нового под луною помните Донцов здесь показывал список этих самых в углу был Цаперович Яковлев его жена отравила наспирь чтобы уйти к другому страшно отравил он вообще в леску лежал но выжил после этого он перестал спать и перестал стареть живет в Германии насчет стареть я не знаю но спать он точно не стоит пусть всем надо рекомендовать сначала жилиться а потом значит разводиться и отравиться это еще разводиться и отравиться и отравиться все строгое сел Продолжение следует...